Божьи слова на каждый день Божьи замыслы и идеи остаются неизвестными человеку. И тогда сможем прояснить для себя порядок Божьего плана управления и полностью понять контекст, в котором Бог осуществлял свой труд управления, начало и дальнейший процесс развития Божьего труда. А также обретем глубокое понимание того, каких результатов Он хочет достичь от своего труда управления, то есть поймем, каковы суть и цель Божьей работы. Для понимания этих вопросов нам необходимо обратиться к далекому прошлому, к безмолвному и тихому времени, когда еще не было людей. Первой мыслью Бога, после того, как Он поднялся со своего ложа, была мысль сотворить живое существо. Сотворить настоящего живого человека, который бы жил и пребывал в постоянном общении с ним. Этот человек слушал бы его, а он мог бы ему доверять и разговаривать с ним. Тогда Бог впервые зачерпнул пригоршню земли и с ее помощью сотворил самого первого живого человека. Он сотворил человека таким, каким его себе представлял, и назвал его Адамом. Что Бог почувствовал, когда создал этого живого и дышащего человека? Он впервые ощутил радость от обретения близкого существа, спутника. Бог также впервые ощутил ответственность отцовства и связанные с этим заботы. Этот живой и дышащий человек принес Богу счастье и радость. Бог впервые почувствовал утешение. Это было первое, что Бог творил не своими мыслями или словами, а своими руками. И когда это творение, живой и дышащий человек, созданный из плоти и крови, имеющий тело и форму, и способный разговаривать с Богом, предстал перед ним, он испытал такую радость, какую еще никогда не испытывал. Бог также ощутил свою ответственность, а созданное им живое существо не просто тронуло его сердце, даже каждое небольшое движение этого существа тронуло и согрело сердце Бога. Поэтому, когда это живое создание предстало перед Богом, он впервые подумал о том, чтобы создать больше подобных людей. За этой мыслью последовала целая череда событий. Для Бога все эти события произошли впервые, однако во время этих первых событий ему не с кем было разделить свои чувства радости, ответственности или беспокойства. В тот момент Бог ощутил чувство одиночества и печали, которые никогда не испытывал раньше. Он чувствовал, что человеческие существа не могли принять или понять его любовь и заботу, как и его намерения для человечества. Поэтому его сердце переполняли печаль и боль. Человек не сознавал и не понимал того, что для него совершил Бог. Человек, помимо счастья, радости и утешения, которые он принес Богу, очень скоро зародил в нем первые чувства печали и одиночества. Этим были наполнены Божьи мысли и чувства. В то время, как Бог совершал все эти вещи, радость его сердца сменялась печалью, а печаль — болью, и все это смешивалось с беспокойством. Все, что он хотел сделать, это поскорее помочь этому человеку, этой человеческой расе, познать его сердце и понять его намерения. Тогда люди смогли бы стать его последователями и находиться в согласии с ним. Они больше не оставались бы безмолвными в ответ на Божьи слова. Они больше не были бы несведущими в том, как присоединиться к Богу в его труде. Но более всего, они больше не были бы людьми, которые безразличны к Божьим требованиям. Эти первые, свершенные Богом вещи, очень значимы и представляют большую ценность для его плана управления и для современных людей. Бог, создав весь мир и людей, не стал отдыхать. Ему не терпелось приступить к осуществлению своего управления, как не терпелось ему обрести тех людей из человечества, которых он так возлюбил. Из Библии мы знаем, что вскоре после того, как Бог сотворил людей, произошел всемирный потоп. В рассказе о потопе упомянут Ной. Стоит отметить, что Ной был первым человеком, обратившим внимание на Божий призыв к совместному с Богом труду для выполнения поставленной Богом задачи. Конечно же, это был первый случай, когда Бог призвал человека на земле сделать что-нибудь согласно его постановлению. Как только Ной завершил строительство Ковчега, Бог впервые затопил всю землю. Когда Бог уничтожил землю потопом, Он впервые со времен сотворения человечества был переполнен отвращением к людям. Именно это заставило Бога принять мучительное решение уничтожить наводнением человеческий род. После того, как весь мир был уничтожен потопом, Бог заключил Свой первый завет с людьми, гласящий, что Он больше никогда не повторит это снова. Знамением этого завета стала радуга. Это был первый завет Бога с человечеством, а радуга стала первым знамением завета, данного Богом. Радуга – это реальная физическая вещь, которая существует. Существование этой радуги часто вызывает у Бога сожаление о предыдущем человечестве, которое Он потерял, и служит постоянным напоминанием Ему о том, что произошло с теми людьми. Бог не замедлил Свой темп, ибо Ему хотелось поскорее осуществить следующий этап в Своем управлении. Далее, Бог избрал Авраама как Своего первого избранника для совершения труда в Израиле. Бог впервые избрал такого кандидата. Бог решил приступить к выполнению Своего труда спасения людей через этого человека и продолжить совершать Свой труд среди потомков Авраама. Именно это, как мы знаем из Библии, Бог предназначил для Авраама. Затем Он сделал Израиль первой избранной землей и начал совершать Свой труд периода закона через Свой избранный народ – израильтян. Вновь впервые Бог предоставил израильтянам конкретные правила и законы, которым должно следовать человечество, и подробно их объяснил. Бог впервые даровал людям такие конкретные и стандартные правила о том, как им приносить жертвоприношения, как им нужно жить, что они должны и что не должны делать, какие праздники и дни им нужно отмечать, и какими принципами им нужно руководствоваться во всех Своих делах. Бог впервые даровал человечеству такие подробные и образцовые правила и законы для жизни. Когда я говорю «впервые», это означает, что Бог никогда раньше не совершал подобный труд. Это нечто, не существовавшее прежде. Это то, чего Бог никогда не совершал, несмотря на то, что в прошлом Он создал человечество и все сотворенные виды живых существ. Вся эта работа включала в себя Божье управление человечеством, поскольку все это связано с людьми, их спасением и управлением ими. После Авраама Бог сделал еще один выбор впервые. Он избрал Иова, жившего по закону, тем человеком, кто смог устоять перед искушениями сатаны, продолжая бояться Бога и избегать зла, становясь свидетелем его. То был случай, когда Бог также впервые позволил сатане искушать человека и впервые заключил с ним пари. В конце концов, Бог впервые обрел того, кто смог остаться его свидетелем даже перед лицом сатаны. Он обрел человека, который смог свидетельствовать о нем и полностью посрамить сатану. Иов стал первым обретенным Богом-человеком с момента сотворения мира, который смог остаться верным ему свидетелем. Обретая такого человека, Бог еще больше захотел продолжить свое управление и предпринять следующий шаг в своем труде, подготавливая свой следующий выбор и место свершения труда. После всего рассказанного вам, появилось ли у вас истинное понимание Божьей воли? Бог рассматривает этот эпизод управления человечеством, спасения людей, как более важный, чем что-либо иное. Он делает эти вещи не только в своем разуме и не только своими словами, и особенно важно, он не делает этого случайно. Все это он делает по плану, имея цель, имея стандарты и по своей воле. Очевидно, что труд спасения человечества имеет огромную значимость как для Бога, так и для человека. Не важно, насколько непрост этот труд, не важно, насколько велики препятствия, неважно, насколько немощны люди или насколько сильна человеческая непокорность, ничто из этого не является трудным для Бога. Бог весьма деятелен в своих стараниях и в исполнении труда, который Он сам хочет совершать. Бог всем управляет, Он направляет всех людей и свой труд, который желает совершить. Ничего подобного прежде не совершалось. Бог впервые использовал подобные методы и заплатил большую цену за свой великий план управления и спасение человечества. По мере свершения своего труда, Бог постепенно раскрывает людям свой непростой труд, свою мудрость, свое всемогущество и каждый аспект своего характера, а также то, кто Он есть и чем Он обладает. Шаг за шагом Бог искренне открывает все это человечеству, раскрывая и высказывая все так, как Он никогда прежде не делал. Таким образом, во всей вселенной, помимо людей, которыми Бог стремится управлять и которых решил спасти, нет никаких иных созданий столь близких Богу, чтобы иметь с Ним близкие отношения. Для Божьего сердца человечество, которое Он хочет направлять и спасти, наиболее важно. Бог ценит человечество превыше всего. Даже несмотря на то, что Бог заплатил за людей великую цену, несмотря на то, что они постоянно ранят Его и не повинуются Ему, Он никогда их не бросает и продолжает неутомимо совершать свой труд, не жалуясь и не сожалея. Он это делает, ибо знает, что рано или поздно люди пробудятся к Его призыву, будут тронуты Его словами, признают Его Господом всего творения и возвратятся к Нему. Прослушав сегодня все это, вы можете подумать, что все сделанное Богом является совершенно естественным. люди кажутся всегда в какой-то мере чувствовали Божью волю по отношению к ним из Его слов и Его дел, однако между их ощущениями, знанием и Божьими замыслами всегда существует определенная дистанция. Поэтому я считаю, что необходимо говорить всем людям о том, почему Бог сотворил человечество и что стоит за Его желанием обрести людей, на которых Он возлагал надежды. Крайне важно поделиться этим с другими людьми, с тем, чтобы в их сердцах наступила ясность. Когда ты понимаешь Божьи замыслы, Божьи намерения и Божью волю относительно каждого этапа Его труда, это равнозначно пониманию источника Его плана управления, поскольку каждый Божий замысел и каждое Божье намерение, каждый этап и период Его труда тесно связан со всем Его трудом управления. Именно на этом основании углубляется твое понимание Бога. Хотя все ранее сказано мной о сотворении Богом мира, кажется людям просто очередной информацией, несущественной для обретения истины, в процессе твоего опыта познания наступит день, когда ты уже не будешь считать это просто незначительной информацией или просто какими-то загадками. С течением твоей жизни, когда в твоем сердце найдется небольшое место для Бога или когда ты более глубоко и основательно поймешь Его волю, ты по-настоящему осознаешь важность и необходимость того, о чем я говорю сегодня. Неважно, насколько вы это восприняли, важно, что вы понимаете эти вещи и знаете о них. В конечном итоге у Бога есть план, Его цель и Его мысли во всем, что Он делает при осуществлении своего труда. И неважно, исполняется ли этот труд Его мыслями или Его руками, исполняется ли Он в первый или в последний раз. Божьи цели и замыслы раскрывают Его характер, они показывают, кто Он есть и чем Он обладает. Каждому человеку необходимо знать эти две вещи – характер Бога и то, кто Он есть и чем Он обладает. Люди, поняв Его характер и то, кто Он есть и чем Он обладает, смогут постепенно понять, почему Бог делает то, что делает и почему Он говорит то, что говорит. Исходя из этого, они смогут с большей верой следовать за Богом, стремиться к истине и к изменению своего характера. То есть, понимание Бога человеком и вера людей в Бога неотделимы друг от друга. Субтитры